Вот так сейчас выглядят берега Одера. Тонны мёртвой рыбы в реке, по которой проходит граница между Германией и Польшей. Власти подозревают, что причиной гибели стало химическое загрязнение. Причём речь идёт о сбросе огромного количества отходов. То есть тот, кто это сделал, не мог не понимать, каким последствиям это может привести. Эколог Яханас Гиберман, живущий в этом районе, документировал кризис с самого начала. Я никогда в жизни не видел столько мёртвой рыбы. Он говорит, что пострадала вся экосистема Одера. Вот моллюск отделился от раковины. Тухлой рыбой воняет повсюду. Истоки Одера расположены в Чехии. Его протяжённость 800 километров. Впадает река в Балтийское море. Предполагаемый источник загрязнения – промышленная авария на юге Польши. Людей предостерегают от любых соприкосновений с водой. Местные жители негодуют. У нас там водонапорная башня, и никто не знает, какая сейчас питьевая вода. Это полная катастрофа. Я переживаю за своих внуков, да и за себя. Ловить рыбу здесь мы больше не сможем. Я возмущён. У меня нет слов. Река Одер – это неотъемлемая часть наших родных мест. И теперь она отравлена, вероятно, на ближайшие несколько лет. Местные власти заявляют, что о происшествии их не предупреждали ни федеральной власти Германии, ни власти Польши. О том, что по Одеру плавает дохлая рыба, нам сообщили рыболовы и лодочники. От какой-либо официальной стороны, а это, конечно, мягко говоря, удручающе, никакой информации мы не получали. Власти начали очищать реку от мёртвой рыбы, в том числе и для того, чтобы другие животные не могли её съесть. По оценкам экологов, восстановление экосистемы реки может занять годы. Продолжение следует...